Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Представьте себе, Владимир Владимирович полетит на саммит Брикс, а американцы и британцы возьмут и собьют его самолет. Мы отряды Путина приветствуем историческое наше событие, то есть саммит Брикс. Ключевой международной темой недели стало проведение 15-го саммита Брикс в Йоханнесбурге, который собрал руководителей стран мира с совокупным населением в 3,5 миллиарда человек. И это историческое событие повлияет на судьбу всего человечества. На фоне таких демографических и экономических тяжеловесов, как КНР, Индия и Бразилия, российская сторона не выглядит серьезным глобальным игроком. Действительно, о какой сверхдержавности может идти речь, если по уровню ВВП из-за неумелого руководства Путина Страна уже за пределами мировой десятки, а население сокращается бешеными темпами. Брикс – это 4 миллиарда человек, 40% ВВП. Второй немаловажный момент состоит в том, что 4 президента в неформальной атмосфере обсуждали будущее Брикс даже в условиях отсутствия Путина. Как это? Это не соответствует действительности. Всемогущий диктатор выглядит боязливым и униженным, так как правительство ЮАР не захотело принимать на своей территории военного преступника, который должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Ну, извините, мы не можем рисковать нашим самолетом. Ой, президентом. Вместо Путина приехал глава МИД Лавров. Данный престарелый статист, в принципе, не представляет интереса для кого-либо из руководителей стран Брикс. Потому Лавров был на подтанцовках пустопорожних путинских выхолощенных выступлений по видеосвязи. Не на лошади же ему туда ехать, правильно. Тем более, что лошадь и так уже будет представлять Россию на этом саммите. Ярким свидетельством игнорирования Лаврова стали его международные встречи, охватившие таких гигантов, как Боливия, Центрально-Африканская республика и ЮАР. На Лаврова хотят повесить провал саммита Россия-Африка. Ведь он проведен очень похабно, с малым числом значимых участников, подписанные документы хаотичны и невыгодны РФ. Вы имеете в виду Лаврова? Ну, на саммитах обычно все имеют Лаврова. Именно поэтому он туда и ездит. Самым ярким заявлением Лаврова по традиции стали высказывания с матами. Журналист настоящего времени спросил у раздраженного и не сдержанного российского министра о ликвидации Пригожина, на что Лавров парировал своим вопросом «Да откуда вы, б***ь, взялись? Нервишки шалят у Лаврова». Хоть пока еще есть инструменты, но без деятельного участия покойного Пригожина сеть российского влияния в Африке и на Ближнем Востоке очень сильно просядет. «Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас? Да при чем тут спецоперация? Я имею в виду, где мы сейчас находимся?» Относительно решений, одобренных саммитом, то здесь крайне многоуровневая структура, и России фактически не удалось продвинуть свои хотелки. Потому Лавров пошел на попятную и заявил, дескать, Брикс, никого в мире не хочет ущемить, так сказать, полная конвергенция. «Хочу понять, что это такое, просто я, как в народе говорят, не догоняю». Но из этой формулы выпадает война в Украине, колоссальные объемы убийств в Украине, разрушение международной системы правопорядка, удар по продовольственной безопасности сделали Россию крайне токсичной. «Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье». В проекте усиления голоса глобального юга участие Москвы нежелательно, а потому всем занимаются китайцы и индусы. «Я в контакте со всеми коллегами, и с председателем Китайской Народной Республики, и с премьер-министром Индии, мы только что дважды уже встречались с президентом ЮАР, значит, вот только что люди приезжали из Бразилии, мы так или иначе в контакте с президентом Лулой, у меня с ним очень добрые отношения, вот. Я не думаю, что там, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь в России». Важно отметить конфронтацию между Китаем и Индией, их бесконечную грызню за доминирование в Азии. Вероятно, из-за указанных моментов процесс расширения БРИКС протекает в странном формате, когда отсутствуют критерии для членства в клубе, который по правде является аморфным форумом без больших обязательств. «Помним, когда БРИКС называли объединением, которое не влияет ни на что, а сегодня мы видим то, что десятки стран готовы присоединиться, о чем это говорит?» «Это говорит о том, что они работают языком, а мы – головой и конкретно не делаем». Тем не менее, с 2024 года к группировке примкнут новые члены. «Аргентина», «Египет», «Иран», «Агапский эмигратор», «Саудовская Аравия», «Эфиопия». Выборка стран напоминает винегреты, складывается ощущение, что все идет к выхолощиванию роли БРИКС, размывание его сущности за счет слабых партнеров, вроде Эфиопии, обременяющей других участников своими проблемами. «Да, проблем есть. Надо спокойненько с этим работать». Хотя происходит расширение структуры, тотальное отсутствие общеобязательных институциональных норм ведет к ее гибели. Ведь нет силы для упорядочивания разнонаправленных векторов движения. В результате реформированный БРИКС не выглядит жизнеспособным и, похоже, уже просто выродился в пиар-площадку для обмена мыслями. Но не для кропотливой работы по выработке подхода для переформатирования мира. «Так что пусть завидует семерка». «Мы очень довольны». «За не пойдут спортивные соревнования БРИКС. Это будет альтернативой Олимпийским играм». Первым шагом для этого выступает разрушение структуры Большой Двадцатки, в которой уже наметились прозападный и антизападный лагеря. А теперь РФ продвигает тезисы, направленные на максимализацию данного раскола. Ведь путинская команда везде работает по идентичному шаблону. Следовательно, вряд ли следует ожидать вау-эффекта от БРИКС, пока там будет Россия, зарабатывающая на чужих костях. Путин изо всех сил пытается создать видимость, что у него есть союзники и ему есть чем ответить Европе и США. Вот только никакой коалиции на самом деле не существует, ведь ни один из так называемых друзей России не решился поддержать страну, ставшую изгоем, и вступить в конфронтацию с Западом. По данным Гардиан, киевскому режиму сказали сосредоточить усилия на прорыве обороны армии России на Запорожском фронте, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Информацию о тайном совещании подтвердили в офисе Зеленского. Его советник Паталяк сказал, что подобные консультации заложенного и западных военачальников проходят регулярно, но содержание этих бесед публично обсуждать Киев не станет.